Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поболтать. Поболтать вот о чем. Что же привезти в подарок из Польши? Что купить для себя? Что, возможно, привезти знакомым, друзьям, родственникам? Потому что, честно вам сказать, когда я была в Польше, я тоже задавалась этим вопросом, что же купить там, чтобы и себе осталось, и другим было хорошо. Вот. И я долго-долго сейчас вот сидела и думала над этим вопросом, думала со вчерашнего дня, свешивала все за и против, чтобы мне хотелось лично вот для себя, что я увидела там, чтобы мне хотелось привезти и для себя, и для своих близких и знакомых. И составила такой небольшой списочек того, что вообще можно и нужно привезти за этой стороны. Так вот, первое, ну, конечно же, я говорю сейчас изначально о женщинах, что привезти женщинам. Первое, это, конечно, косметика. Косметика и декоративная, косметика уходовая. Я вам скажу, что сейчас польский рынок в плане косметики настолько вот за последние годы вырос, что, наверное, даже, ну, не побоюсь этого слова, уже в некоторых случаях может конкурировать даже с французской косметикой. Так вот, собственно, я думала-думала и вот придумала. Вы все, наверное, уже знаете, все ходите по магазинам. Есть у нас в Украине, в том числе, в магазинах Ева и Ватсонс, я не знаю, если где-то еще, наверное, что-то появлялось, есть косметика Жая. Косметика Жая, это уходовая косметика, там и кремики, и тоники, и муссы, разное-разное всякое. Но скажу вам честно, что когда я приехала в Польшу и зашла в магазин Росман, я поняла, что все, что я знала до этого косметики Жая, я не знала ничего. Потому что там, конечно, огромадный выбор. Я думаю, что каждый для себя что-то найдет. И я вам честно хочу сказать, что у нас тут и подавно такого выбора нет. Он есть, но он очень ограниченный, поэтому смело заходите в Росман. В Росмане вот так это для всего. И я вам скажу, что цены, конечно, на порядок ниже, чем наши. То есть они у нас, в принципе, не очень высокие. Там вообще копеечная косметика, и она очень-очень хорошая, очень качественная косметика. Дальше. Ну, все, наверное, знают косметику Инглот. Вот, да, это декоративная косметика. Она там тоже в очень хорошую цену. Косметика, ну, я думаю, что все знают, что очень качественная, очень хорошая. Тоже можете привезти своим женщинам, себе, подружкам. Выбор широкий. Ну, я действительно рекомендую это привезти. Кроме того, если, собственно, у вас есть в семье женщины постарше, которым тоже надо привезти какой-то презент из косметики, то, конечно же, это фирма Пани Валевская. Ну, ее, наверное, в Советском... Кто жил в Советском Союзе? Вот эти женщины ее вспоминают с особым трепетом. Это, конечно, ну, как бы косметика для женщин постарше, потому что у нее такой характерный, такой запах зрелых женщин. Такой, знаете, вот красивый, ну, вот в хорошем смысле этого слова, да, вот такой сладковатый, такой тяжелый. Ну, вот это... Там и крема есть. У нас, кстати, вот в Украине тоже есть, но я видела Пани Валевская только мыло. Я его очень часто покупала я себе. И, кстати, вот в случае с мылом, это мыло именно для того, чтобы там умываться, это не такое, что им там мыться. Нет, им умываются, типа крем-мыло. Вот. Я покупала даже себе шикарное мыло, конечно, но у нас, кроме этого, к сожалению, по-моему, на рынке нет ничего. А в Польше Пани Валевская очень много. Там есть и духи Пани Валевская, и пена для ванн. Вот. Там есть, насколько я помню, гели для душа. Они, конечно же, все вот, ну, с таким, таким богатым запахом. То есть, если у вас есть женщины постарше в семье, это, мне кажется, будет очень хороший подарок. И я думаю, что все-все будут рады. Кстати, что касается поиска эфир, мы, кстати, оба, великое множество. Можете посмотреть и декоративную косметику, очень много чисто польских фирм. Я, если честно, я себе привезла тональную основу. Я не помню, какую фирму я привезла, она уже была хорошая. Обязательно посмотрю, в каком-нибудь видео вам покажу. Вот. И очень много интересных фирм. Походите, в основном, очень много в Росмане. То есть, я вот рекомендую Росман, потому что, ну, Росман, собственно, это тот же вакцин, с которым в Украине, только больше. Что еще? Значит, на втором месте для меня стало такое, знаете, ну, не то, что открытие, я понимала, что это там есть, но в каких количествах это там есть? Это, конечно, янтарь. Или бурштейн, да? Янтарь. Если вы попадете в Балтийскую часть Польши, а именно в город Гданск, то в городе Гданске есть улица Янтарная. Туда, особенно в выходные дни, выходит огромное количество торговцев янтарем и изделий из янтаря. Я вам честно скажу, что такой красоты я никогда не видела. Вот буквально вся такая небольшая улочка, такая длинная улица, усыпана людьми, которые торгуют изделиями из янтаря. Изделия на любой вкус. И серьги, и кольца, и подвесы. От самых дешевых, ну, честно вам сказать, там, наверное, даже можно купить вот серьги с подвесом, да, они, конечно, там не будут из драгоценных каких-то металлов, но будут очень красивые. И если это обычный янтарь, то можно купить и за 20 злотых набор, и за 30 злотых. Если, конечно, вы хотите что-то подороже, там есть и подороже, из белого янтаря. Там такой шикарный выбор. И я вам честно скажу, что даже может не столько вот что-то купить, как просто пойти и посмотреть. Купить, конечно, тоже, если вас кто-то любит в семье янтаря, так это прекрасный подарок. Там и бусы разные, огромные. И даже вот там, как это называется, брелочки, да, всё, что вы хотите. Там, ну, шикарно. Я даже видела, продают вот эти... Я даже видела, продают бампера для телефонов, да, вот сзади они сделаны из янтаря, усыпаны янтарём. Ну, красиво, я вам честно скажу. Даже вот просто посмотреть, это какой-то моральный отдых. Просто там погулять, отдых для души. Поэтому очень рекомендую. Конечно, в других частях Польши тоже янтарь продаётся, но вот именно такого выбора, как вот в Гданске и в Трюмясту тоже продаётся. Ну, я имею в виду Гдыня и Сопот, да, там тоже продают, но вот здесь, вот эта улица янтаря, я вам очень рекомендую туда попасть. Что ещё? Еда. Ну, я, кстати, склонна к тому мнению, что везти вот оттуда еду, ну, в принципе, по большому счёту, она, конечно, разнится с нашей, но хочется же привезти что-то оригинальное, да, такое, ну, там, чего нет у нас. Мне рекомендовали попробовать осыпок. Так, я обыскала всё, это мне сказали, что какие-то нужны ярмарки, на ярмарках бывает, бывает в супермаркетах, вот, ну, у меня уже прям была такая мания, я хочу осыпок называлась, и я в Ашане, в Данске, да, я нашла, вот он там продаётся, у меня есть отдельная полочка, он там продаётся и целым куском, и резанный, и вот у меня прямо, я подлетаю к этой полке, первое, что меня удивило, это, конечно, его цена, я вам честно скажу, я была в шоке, я купила такую упаковочку, в ней колечками порезанный, вот, этот осыпок, и вот, может, там колечек 7, этого осыпока, и стоило это 22 злотых, чтобы вы понимали цену. Я купила, я такие надежды, я питала на этот осыпок, и когда я вот пришла домой, открыла эту упаковочку, попробовала, и тут, знаете, такой груз разочарования, потому что это один в один наша копчёная косичка, вот, то есть, разницы я не заметила никакой, просто наша косичка стоит копейки, вот, но для, вот, знаете, чисто в качестве презента, то есть, конечно, не кружочками там, а он есть такой вот штучкой продаётся, ну, чисто в качестве презента, потому что это вроде как национальное такое, конечно, можно привезти, вот, мне очень понравился там, и я вот, сейчас у меня будут назад ехать мои родители, я очень их прошу привезти, мне очень понравился подкопченный творог, я его не видела у нас, вот именно такого творога в Украине я не видела, и он очень мне понравился, он очень вкусный, я всем рекомендую его попробовать, а так я вам честно скажу, что вот нет такого, чтобы я сказала, что я прям вот обалдеть, как хочу, и что вот это можно привезти, ну, как бы везти еду, знаете, на подарок, ну, вот, единственное, что с цыпек там привезти, потому что это... Что ещё хотелось бы сказать? Ну, многие, для кого-нибудь секрет, везут в подарок алкоголь. Да, здесь надо поставить 18+, наверное, шучу. Алкоголь. Сразу говорю, что те, кто настраивается везти оттуда водку, не глупите. Водка в Польше очень дорогая. Самая дешёвая водка в Польше это зубровка. Зубровка 0,5 стоит порядка 20 злотых. Ну, как вы понимаете, везти зубровку из Польши аж смешно. Что рекомендую я? В Польше очень много наливок. Очень вкусных наливок. Вот, особенно впечатлило, и я вижу, что люди возят это ореховая наливка. Я сама не пробовала, но людей, вот, которые брали, очень впечатлила ореховая наливка, и очень многие её везут. Я прямо видела, как берут, знаете, там, опаками, да, вот прям упаковками. Берут и везут. Я лично для себя определила, что в Польше гораздо дешевле ликёра. Вот эти женские, вкусные, ням-ням ликёры, они намного там дешевле. Там можно попасть под акции. Допустим, те же там Шериданс, Адвокат. У них есть свои очень вкусные ликёры, но свои ликёры, кстати, я вот рекомендую покупать в Лидле. У них есть лидловские ликёры, там кофейные, я привозила кофейные, есть какой-то со вкусом риски, в общем, там разные они есть. Значит, 0,5 стоит такого ликёра лидловского где-то злотых 13, наверное. Но, честно сказать, я попробовала, он очень вкусный, вот у меня он был кофейный, очень вкусный. Я ещё купила Адвокат, ну да, все знают, яичный ликёр. Тоже там порядка 16-17 злотых. Ликёр Шериданс, который, ну, он, наверное, вообще самый популярный после Бейлиса, он там тоже намного дешевле, поэтому вот если вы хотите привезти в подарок какую-нибудь вкусняшку, то я вот рекомендую, конечно, обратить внимание, что там это дешевле, там этого можно купить немало. Так что для тех, кто хочет такие подарки, я рекомендую, конечно, присмотреться и к ликёрам, и к наливкам. Наливки, действительно, говорят, очень вкусные. Не знаю, не пробовала. Дальше. Посуда. Посуда – это вообще отдельная тема. Там очень большой, огромный выбор просто разной посуды. Очень популярны у них пивные кружки. Вы можете вообще в продаже, вот в каких-то таких специализированных магазинах увидеть вообще разнообразный выбор этих кружек. И вот если, конечно, везти на подарок какому-нибудь мужчине, ну, с ума сойти, можно какой-то выбор. Там пока что-то выберешь, час пройдёт, наверное, или два. Пивные кружки, бокалы. Это там настолько другое, понимаете, оно совершенно не похоже на наше. Там очень большой выбор, например, кружек с использованием того же янтаря, с добавлением каких-нибудь металлов. Они настолько интересны, и они все настолько оригинальные, что, мне кажется, ну, идеальный подарок для мужчины. Ну, мне там вот действительно в плане вот кружек, бокалов, глаза разбегаются. Вот это, конечно, классный, мне кажется, подарок. И такой запоминающийся, и как бы такой, знаете, на... ну, надолго. То есть это не съешь, не намажешь, там это будет тебе напоминать о том, что это тебе вот привезли. И, конечно, что ещё может вас впечатлить, и что я рекомендую вам посмотреть, это белеславская керамика. Это вообще отдельный такой, знаете, отдельный момент, на который надо вот не просто обратить своё внимание, а просто даже на это посмотреть. Мне внешне эта керамика напомнила кжель. Очень похоже, но с ихними рисунками. Тоже такой выбор, такая красота. И я вам скажу, что по цене это не обойдётся вам дорого. Это, ну, я не знаю, можно, мне кажется, до, там, 40 злотых вполне вложиться что-то купить, и не одно. Ну, там, я не имею в виду, что купить там какой-то один предмет, да, купить несколько. Очень красиво. Ну, стоит на это посмотреть. Есть отдельные магазины, которые этим торгуют. И, ну, посмотрите, это действительно... Отдельно хотелось бы поговорить с вами о серебре. Наверное, потому что я сама человек больной серебром, и когда я приехала в Польшу, мне было очень интересно, вот, собственно, их рынок. И, честно вам, у меня великое множество серебра, я сумасшедший на этом человек, и там настолько огромный выбор и подвесов, и сережек, и такой, знаете, необычный выбор. Вот не как у нас, да, там, ну, у нас есть тоже, конечно, хороший выбор, но он у нас какой-то такой, знаете, вот это, вот это, вот это. У них, вы можете идти, абсолютно на любой вкус, и у них серебро, оно может продаваться даже, я обращала внимание, там, магазин, в котором торгуют, там, куча-куча разного товара, и вдруг у них такая маленькая стоечка с очень оригинальным серебром. Что касается цены, я вот здесь вот ношу гвоздики, да, вот такие гвоздики, тут у меня гвоздики всякие там, разности, вот такие гвоздики, в принципе, можно купить за 17-18 злотых. Серебро очень у них дешевое, и, в принципе, мне кажется, что в качестве подарка человеку, который, ну, как бы, знаете, и который любит действительно и ценит этот вид металла, то, конечно, я думаю, что очень... Ну, и последнее, что бы я хотела вам сказать, это одежда. Честно вам сказать, что я вообще не люблю, да, там, не фанат привозить кому-то одежду, одно дело себе, другое дело кому-то, ну, там, кроме, там, родителей, у которых я, там, знаю размеры, знаю, что точно я попаду во вкус, там, муж, родители, родственники, это еще хоть как-то, ну, там, презент кому-то я, ну, не очень люблю, потому что у всех вкусы разные. Но, если вы хотите, действительно, задались целью привезти что-то из одежды, то это очень хорошая мысль. Во-первых, почему? В Польше, как и во всей Европе, постоянно проходят скидки. Сейл постоянно. Одна коллекция сменяет другую коллекцию. Если вы попадете на классный сейл, то вы можете действительно взять кучу фирменных хороших вещей по бюджетным ценам. И я вам честно скажу, я понабирала себе кучу разных футболочек, причем таких хороших брендов, да, я покупала и за 20 злотых, и за 15 злотых, и за 10 злотых. Если вот на это попасть, это очень-очень классно. Поэтому, ну, я думаю, что футболки можно угадать с размером, это там не джинсы. Вот, поэтому вот, как бы в плане одежды, я все-таки рекомендую покупать одежду там. она и дешевле, и качественнее, и выбор там гораздо больше. Ну, собственно, я вот так с вами сижу в Алтае и понимаю, что вот, наверное, я сказала о таких, ну, о таких самых ключевых моментах, о том, чтобы я привезла вот сейчас уже на данный момент, потому что, когда я приехала, мне хотелось и то, и то, и то. Что касается деток, вот это тоже я бы хотела немножко об этом сказать. Деткам там очень, вот, если вы знаете размер ребенка, то тоже хорошие скидки, хорошие акции в детских фирменных магазинах, особенно на обувь, там шикарная обувь детская. Не поленитесь, поедете в какой-нибудь торговый центр, там обязательно вы что-то найдете. Обувь фирменная, обувь качественная, обувь, ну, очень красивая. В плане одежды, ну, она такая, знаете, не на... Она такая, знаете, не для каждого, и кому-то не понравится, кому-то понравится, кому-то нет, а вот обувь я вам настоятельно рекомендую привезти малышам. Классная обувь, правда, вот классная. И, кстати, для взрослых, вот, в спорттоварах, да, спортмагазинах, тоже постоянно какие-то акции, скидки на кроссовки, и на Adidas, и на New Balance, и на Nike, можно купить вообще шикарную модель за вообще копейки для этой обуви. Ну, вот, собственно говоря, и все, о чем я хотела с вами поболтать. Я очень надеюсь, что моя информация была для вас полезна. Обязательно приводите подарки, дарите их своим близким. Всего вам самого хорошего, всего вам самого доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и... Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok